По объектам террористов наносили сегодня удары не только корабли Каспийской флотилии. Российская авиация точечно уничтожает все заданные цели. Боевые будни наших летчиков. Репортаж Олега Шишкина. Каждое утро на аэродроме начинается с уборки. Взлетную полосу очищают от мелких камней. Если они попадут в воздухозаборник, ремонт двигателю обеспечен. Уборочные машины по несколько раз в день на приличной скорости щетками проходят по бетонке. Самолеты, выстроившись в очередь на взлет, даже не заглушают двигатели. За день больше двух десятков вылетов. Цель авиаудару в базы террористов провинции Хама и Иди. Сирийской армии нужна поддержка с воздуха. Мы в самом начале взлетной полосы. Отсюда самолеты идут на разбег. Хорошая точка для съемки, только шумно и жар отбит. Для такой, что раскаленный сирийский воздух кажется прохладом. Как только взлетает один самолет, до сад сразу же выходит другой. Российские летчики демонстрируют класс. Заходят на посадку с таких пиражей, что кажется, точно попасть на полосу на такой скорости невозможно. При касании от шасси идут клубы белого дыма. Покрышки от таких нагрузок стираются моментально. Длина полосы почти 3 километра, но все равно, чтобы погасить скорость, самолеты выбрасывают тормозные парашюты. Бомбардировщики Су-24М, истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25. Грачами их стали называть еще в Афганистане, где они успешно применялись в советской авиации в 80-е годы. Эта машина показала поразительную живучесть. Были случаи, что летчики садились с одним работающим двигателем и изрешеченными пулями крыльями. Однажды в самолете после посадки техники насчитали 140 пробоин, и это не помешало штурмовику дотянуть до базы. На самолет можно установить оружие 32 видов. В серии Су-25 используется для нанесения бомбовых ударов. Этот самолет только что вернулся с боевого задания. Если поднести руку к двигателю, чувствуется тепло. Двигатель еще не остыл. И его сразу же снарядили еще четырьмя авиационными бомбами. Две под этим крылом и две под другим. Летная кабина на Су-25 представляет собой бронированную капсулу. Толщина брони 80 миллиметров. Этого достаточно, чтобы выдержать прямое попадание снаряда калибром до 30 миллиметров. Су-25 сравнительно неприхотлива в обслуживании. Несложный ремонт, говорят техники, можно сделать даже в полевых условиях, что для авиагруппы в Сирии немаловажно. Самолет как раз и приспособлен к интенсивной боевой работе. А значит, еще не раз, глядя в небо, на аэродроме скажут, опять грачи полетели. Олег Шишкин, Марат Хабибуллин, Александр Сойдув, Первый канал Сирии.